Японец очень долго смотрел на эту линию, я думаю, не меньше нескольких десятков минут он на неё смотрел, и потом он её ничего не сказал и положил, так сказать, в столку других досок. Давайте движемся дальше. Да, это... Мы сейчас, как вы понимаете, идём немножко, так сказать, в сторону, как говорят, в сторону поездного неба, да? Мы сейчас движемся, так сказать, вот, движемся вперёд. Вот эта доска набрана из пусков. Это, скажу честно, доска нашего производства, она называется «Русский мастер». Эту доску мы делаем несколько лет, и я сосредоточил усилия нашего мастера на том, чтобы просто делать хорошую разметку. Идея такая, чтобы вот эти блоки не рассыхались, и чтобы у нас была идеальная разметка с точками и красивыми линиями. Всё это чертится. Рапидографом потом кушли. Можно вы чательно посмотрите. Это обратная сторона. Это ущербная доска. На ней всего пять звёздных точек. Ну, видите, достаточно неплохой подбор пласты. Японская доска. Можно её вернуть? Вот она интересна тем, что она набрана из пусков, но куски практически не видны, да? То есть вот если посмотреть на неё, то кажется, что она массивная, что это один и тот же кусок. Вот так они подбирают. На самом деле, если совсем приглядеться, то вот здесь, вот здесь. Тут вообще даже не вижу. Ну, наверное, есть, но не вижу. Может быть, вот здесь где-то, да? Ну, следующий кадр. А это упаковка. То есть вот. Вот такая упаковка в Казминске. Вот, ага. Собственно, мы сейчас переходим к игре Go. Вот если вы по запросу в Яндекс и там берёте игру Go, то вы видите, вот масса продолжений игры Go, да? И вот я почему взял его свой, потому что мы не можем смотреть на эстетику, если мы не участвуем, потому что мы как-то должны найти какой-то фланг, да? Надо обо что-то заземлиться. Вот это доска Go, которую взыскуют люди. Потому что почему-то считается, что Go – это настольная игра типа шашек, и поэтому вот люди не готовы за неё платить больше, чем стоит 50 рублей вообще за всё. И поэтому мы с вами видим вот некоторые такие. Кстати, вот одна даже вот эта вот клеёнка, она стоит больше, чем 100 рублей. Смотрите, потому что она сделала в Китае. Из Китая её нужно провести коэффициент 8, потом ещё её в магазине продают с коэффициентом 2. Она появляется в продаже где-то рублей за 400. Понимаете? Вот такая вот. Вот такая вот. А не так же или без звёздной точки. Камни. 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 Сейчас мы так же пройдёмся с вами по камням. Ну, у нас хорошо, да, с вами? То есть мы вообще движемся. Движемся, и у нас тема камней. Вот это камни, которые принадлежат тому самому комплекту, который император подарил императору. Они удивительны, да? Видите, эти камни сохранили рисунок. А рисунок — это феникс. Это... Ну, тоже какая-то птичка. Я интересно сейчас вспомнил. Я видел в интернете фотографию, как богомол сплотил калибр. Я тебя видел? Оказывается, богомолы охотятся на птиц даже. То есть птичка подлетает, и богомола выхватает своё ручище. Да. В общем, это то, что получили японцы. Вот часто увидим, что они за это сделают. Движемся, да. Значит, это фотография о том, что японцы вообще могли получить всё, что угодно. Вот это сет китайских камней. Причём, это вот... Этот сет сформировал я, ну, так скажем, по принципу, вот, чтобы, чтобы, ну, не растеряться. Потому что, на самом деле, видов камней очень много. Очень много. То есть вот Китай — это настолько какая-то вот... Вот Китай, представляете, тебя шумомляет. Это вообще такое вот иногда увидишь, что даже вот не ожидаешь увидеть. Ну, сейчас мы бегло по ним пробежимся. Вот это садолит синий, это афганский лазурит. Яшма. Да, яшма. Много яшмы. Это малахит. Я думаю, это вулканическое стекло. Это, наверное, тоже. Вот. Что здесь ещё? Брат Савицин, не знаю. Авантюрин, в принципе, она говорит. Этот, да, Авантюрин? Змеевик, кажется. Вид, да? Вот этот, вот этот интересный камень, да? Наверное, этот змеевик, да? Этот? Да. Ну, он вообще не уверен, что это змеевик. Он такой зелёненький. Тот зелёненький хризопрас. Вот этот, да? Хризопрас, да. Спасибо. Да. А вот Япония. Вот. Япония бедна материалами, зато она богата морем. И японцы подумали, что, как говорится, камень не шутит. А вот надо делать камень из того, что есть. И эти камни стали получаться хорошими. Вот те камушки, которые я к вам пустил в ряд, да? Один из них сделан из как раз таки раковины. А чёрный сделан вот из этого базальта. Базальт в Японии находится тоже в одном месте. Правильное какое-то место, где есть правильный базальт. Абсолютно чёрный. Так же, как есть правильные косаны, которые находились самых лучших раковин для камней. Это в косах юга. Но, к сожалению, уже где-то лет тридцать назад экологическая ситуация вокруг Японских островов ухудшилась, и раковины перестали набирать вес. И все современные японские камни делаются из моллюсков мексиканского импорта. Уросиро называется в Японии этот стиль. Чёрно-белые. Белые камни из раковин. Очень хорошо они шлифуются, конечно. Японцы мастера шлифовки. Прожилка раковины создаёт удивительный узор. А вторая её часть не имеет прожилок. То есть обратная часть, она просто белая. И чёрные камни из базальта. Что это натолкнуло на этот ход? Может быть, вот этот китайский чёрный овёд? В Китае были идеи и чёрного камня, и белого. Движительный. Угу. Очень большой болт, конечно, в Китае. Большая любовь. К нефриту, конечно. Мода на нефрит то входила, то выходила. У нефрита очень разнообразный камень. И вот эта чаша сделана целиком из куска нефрита. Причём это такая достаточно старая антикуларная чаша. Это примерно, наверное, династия Гид. Давайте посмотрим дальше. Это нефрит такой зеленоватый. Это нефрит чёрный. Камни нефрит. А чаши каменные. Если вы китайцы можете, пожалуйста, сделать. И чаши тоже из камня. Яшма, которую мы там делим. Да. Это, собственно, китайский комплект. Каменные чаши и каменные камушки. Да. Ну, давайте сейчас просто... Потрясающе, я не видел. Как полезно будет. Дело в том, что это комплект из моей коллекции. Да, это интересно. Причём правосы.